Закон об арктической зоне рыбодобыча коренным населением, взаимодействии с недропользователями и создания новых природоохранных зон. Этим вопросом посвящен правовой семинар, который проводит в Наринмарии Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России. Сегодня в студии мы поговорим о правовом аспекте жизнедеятельности и традиционного уклада северян. Это актуальное интервью. Я хочу представить нашего гостя. Это депутат Государственной Думы, президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Григорий Литков. Здравствуйте, Григорий Петрович. Мы знаем, что этот семинар — это часть проекта под названием «Аборигенный закон. Региональный практикум». И то, что подобные семинары были проведены в Хабаровске, Хантамасийске и на Байкале. Каковы итоги этих семинаров? Что было принято? В рамках этих семинаров целей поставлено много. В первую очередь нам нужны в регионах максимально охватить всех экспертов, всех наших лидеров. Проживаем мы в 28 субъектах, и это 4 федеральных округа. Есть такие интересные федеральные округа, как Сибирский, в которые уходят до 10 субъектов, которых собрать не очень просто. И, конечно, координация всех ассоциаций требует постоянной работы, надо его уметь консолидировать, чтобы постоянно быть в курсе дела и держать вопрос на пульсе. Вопросов очень много, довольно сложных. И здесь вот по итогам каждого семинара мы обсуждали изменения законодательства в первую очередь. Вот закон о реестре гарантии прав коренных молодчицинских народов. И, как вы сказали, совершенно верно, закон об арктической зоне. Но кроме этого, тематик на данных семинарах на повестке дня было довольно много, конечно. Там и правовое обучение, и обзор всего законодательства, и обзор судебной практики, каких-то вот таких прецедентов, над которыми сегодня мы работаем. И как раз вот это в качестве обучения наших лидеров, чтобы они на практике изучали, какие сегодня механизмы правовые есть. Насколько сегодня нормативная база, которая регулирует в той или иной степени жизнедеятельность коренных народов, нуждается в актуализации? Что поменялось? Почему ей нужно снова поправки вносить? Ну, надо в первую очередь сказать, что Россия уникальна тем, что у нас довольно-таки большой блок законов, как раз регулирующих права коренных молодчицинских народов. И очень символично то, что сегодня, именно в День Конституции Российской Федерации, мы проводим наш семинар. И, как сказать, венцом вот вообще вот этих прав и гарантий у нас в России — это две статьи Конституции, которые прямо говорят о гарантиях прав, то, что сегодня коренным молодчицинским народом Российская Федерация гарантирует особые права для того, чтобы в сложных климатических условиях проживающие люди могли получить государственную поддержку. Есть три профильных закона и порядка 27 статей в различных федеральных законах. Но это не считая оригинальных законов и муниципальных актов. Поэтому вот этот огромнейший блок законодательной базы сегодня, конечно, жизнь не стоит на месте. И у нас в перечне, ну, в работе нашей ассоциации, ну, наверное, больше десятка законодательных инициатив, которые мы сегодня должны продвигать. А в какой сфере эти законопроекты и вот что сегодня волнует коренное население? Вот это, наверное, вопросы рыбодобычи, вот они как-то всегда остро стоят землепользование, недропользование. Ну, вопрос рыбалки, взаимоотношения с топливной компанией, конечно, самый острый. Вот, ну, надо говорить о том, что все законодательные нормы, которые сегодня пробуксовывают и которые надо изменять сегодня, во главу угла стоит как раз порядок определения принадлежности к коренным этносам. Все-таки перечень народов и лиц конкретных, кто же все-таки эти лица. Потому что в недавнем советском прошлом были графа в паспорте, где конкретно каждому регулировалось. Значит, он относится к конкретному этносу, и это давало сегодня, ну, государству какие-то конкретные механизмы. Отсутствие этой графы привело к тому, что сегодня эти преференции и гарантированные права просто не работают. Значит, и потом после этого мы идем. Значит, доступ к земельным ресурсам, это оленям пастбищам, это к охотничьим ресурсам, к рыбоучасткам, и пенсионному обеспечению, стипендиальному обучению. И вот целый набор вот этих сложных вопросов сразу же идут снежным комом, и в течение вот 15 лет данный вопрос, к сожалению, не решается. То есть первонаперво необходимо возвратить в паспорт графу национальности? Ну, как сказать, такие инициативы были. Вот в прошлом созыве два законопроекта, которые мы поддерживали. Один исходил от Совета Федерации, один — от Государственной Думы. И мы участвовали в этом проекте, чтобы, ну, так или иначе вернуть запись в основные документы. Но, к сожалению, они не дошли даже до первого чтения. Кроме этого были попытки внести изменения в кладыш, ну, как тоже законодательная инициатива. И сегодня мы видим, что данным способом вопрос никак не решается. Концепция российской идентичности сегодня идёт в другом русле. То, что мы просто все россияне, и рассматриваются варианты, что будет в скором будущем электронный документ, не паспорт бумажный. Поэтому вносить сегодня нет никакого смысла туда изменения. И в работе находится конкретно закон о реестре, который позволит как раз вот создать такую электронную базу данных 28 субъектов Российской Федерации, в которые могут вступить конкретные лица. То есть в реестр будут занесены на народности и народы, и граждане, которые принадлежат этой национальности? Ну, критериев много. Там не только национальность. В первую очередь мы говорим о том, что на основании перечня народов, конечно, да, на основании перечня мест проживания этих народов — это два. И самое главное — людей, занимающиеся конкретными видами деятельности. Например, будь то оленеводы, если сегодня они находятся в сложных таких условиях выживания, да, рыбаки, оленеводы, охотники. Зачастую в некоторых субъектах эти лица наши, коренные народы, они же не имеют даже квартир. Они сегодня остаются в XXI веке арктическими кочевниками, которые ведут наше крупнотабунное оленеводство, ну и таёжное оленеводство в том числе. Поэтому, конечно, вот этот первоочередной список, реестр в первую очередь направлен для них. А вот вы сейчас сказали об Арктике, сейчас очень такая тема у всех мы слуху, закон об Арктике. И мы знаем, что вы принимали участие в его разработке. Какие вы вносили предложения и чьи права защищали? Да, ну, вы знаете, он стартовал, можно так сказать, полтора года назад. И он очень быстро двигается, очень с таким информационным сопровождением. Он стартовал на высоких довольно площадках федерального уровня. Ведёт его Министерство экономического развития. И, конечно, основной целью, идеей, и, можно так сказать, направляющим его смыслом, это, конечно, экономическое развитие. Это экономика в Арктике для того, чтобы выровнять социально-экономическое положение наших субъектов от Мурманска до Чикотки. Всего вошло в арктическую зону 8 субъектов. И мы со своей стороны, наша задача, мы как представители народа, депутаты Государственной Думы, и наша основная задача, чтобы не допустить каких-то социально-экономических сбоев, чтобы защитить гарантии жителей Арктики. Здесь мы говорим не только коренные и малочисленные, а для всех тех, кто проживает, вот Ненецкий автономный округ, да, целиком, Мурманск, Ямал — это те субъекты, которые зашли полностью в арктическую зону. И мы как раз вот и работали над тем, чтобы не убрали северные коэффициенты, не убрали льготные отпуска, все программы поддержки коренных народов и всех жителей Арктики, которые в субъектах существуют, чтобы они остались навсегда, чтобы они были не тронуты. И вторая задача наша была обеспечить во всех промышленных проектах, которые придут в Арктику, в первую очередь дать приоритет рабочих мест, опять же, жителям Арктики, чтобы они были первыми рабочими руками. И сегодня мы видим, что данный текст уже вступил в правительство, он уже отправлен. И мало того, мы видели четыре текста. Он стартовал с 156 листами, и в итоге мы получили там, ну где-то текст, страниц 15, наверное, такой небольшой, компактный, ароматный закон. И мы сегодня говорим о том, что в данном законопроекте права жителей Арктики не затронуты. Северные коэффициенты останутся на уровне в том положении, которое есть, и они будут регламентироваться Трудовым кодексом. Это мы приветствуем. И сегодня мы включили наши поправки, они в стадии рассмотрения, как раз поправки в том, чтобы максимально финансово защитить наши компании, и они, в свою очередь, обеспечили рабочими местами наших жителей Арктики. Потому что трудность в чём? Все компании, которые привозят вахтовым методом, делают это не от хорошей жизни, потому что знают, что вахтовым методом средней части России или СНГ люди, приезжающие, они выходят дешевле. Любой житель Арктики ему требуется что? Северный коэффициент и вот эти самые все льготы и преференции. И это обходится дороже. Да, и поэтому вахтовый метод сегодня, приоритет, конечно, основная масса людей приезжает. И вот мы как раз сегодня работаем над тем, чтобы включить такие поправки, чтобы именно на стадии разработки, чтобы финансово-экономические планы этих проектов вошли в сумму, чтобы компаниям это было неубыточно. Если это будет неубыточно, значит, соответственно, будет им без разницы, кого нанимать на те или иные проекты. Вот сегодня мы над этим работаем, это наша основная цель. То есть ваши предложения, они, по сути, прошли уже в закон? Нет, ну мы говорим о том, что коэффициенты, северные коэффициенты будут не тронуты. Это всё в рамках Трудового кодекса. Поэтому вот этот вопрос решён, мы это видим. А поправки на то, чтобы местные жители, ну, как сказать, финансовые планы, финансово-экономическое обоснование проектов были заложены деньги, это уже как бы ещё в проекте. Ну, нельзя сказать, что это и включили мы его в данный текст, но над этим работаем. Ещё знаем, что сейчас в Государственной Думе прорабатывается законопроект об общинах. В чём суть этого законопроекта? Что он хочет решить? Ну, вы знаете, таких проектов довольно-таки спорных, их целый ряд. Их, к сожалению, в прошлом созыве они были. И коренные малочисленные народы потеряли земли коренных народов, потеряли статус особо охраняемых природных территорий. Вот. С другой стороны, удалось защитить статью земельного кодекса обязательной слушания. В каком плане защитить? Ну, статья, есть отдельная статья о том, что обязательное проведение слушаний при каких-то разработках на территориях коренных народов. Эту статью нам удалось отстоять. А данный закон об общинах нам говорит о том, чтобы, ну, как авторы говорят о том, чтобы надо систематизировать преференциям государства, что надо сделать так, чтобы один человек — одна община. Мы, в свою очередь, говорим, это направлено на то, на ущемление прав. Потому что сегодня Конституция, Гражданским кодексом, говорится о чём? Жители России, независимо от пола, расы, нации, вероисповедания, виды деятельности, имеют право быть в составе общественных организаций, в составе коммерческих организаций без ограничений. Свобода действия должна быть равна всем. И вот это вот рода, так сказать, ограничения, мы его подвергаем критике, и мы говорим, что это неприемлемо. В свою очередь, мы это говорим не то, чтобы, ну, так сказать, просто нет, да? У нас есть веские аргументы. Вот мы говорим сегодня государству, в Государственной Думе мы выступали, что мы работаем над реестром. И он сегодня находится в стадии разработки. Вот мы сделаем, когда реестр, очерчим круг лиц, о которых мы сегодня беспокоимся, да? И мы говорим о том, что когда будет создан реестр, вот эти поправки в законном обобщинах, они станут просто неактуальны. Вот поэтому сегодня нас услышали, и мы проведем открытые парламентские слушания в феврале по закону об общинах. Ну и параллельно с этим работаем над законом в реестре. Недавно в Нинецком округе, вы, наверное, знаете, был принят новый закон об оленеводстве, в котором, в частности, были утверждены понятия оленевод и чумработница, а также прописана поддержка отрасли оленеводов и их семей. Вот вы, как депутат Государственной Думы, как оцениваете этот закон? Ну, конечно, положительно. И мы сегодня на всех площадках говорим о том, что в течение ряда лет, к сожалению, федеральное законодательство в этом плане не двигается, и субъектам приходится брать ответственность на себя. Данный законопроект принят стать и в Якутии, в Красноярском крае, в Ямало-Нинецком автономном округе, и сегодня вот здесь, в НАО. Мы тоже приветствуем, потому что это вынужденная мера. Надо сегодня хотя бы статус, гарантии, хотя бы определиться с этим понятием, хотя бы на территории субъекта. Но мы, с другой стороны, понимаем, что это достаточно рамочный законопроект, который, в принципе, до конца в корне вопрос не решит, потому что ключевой вопрос — это доступ к земельным участкам, к самой земле. И вот распределение земельных, всех вот этих вещей, категории, там, лесная зона, землесельхозназначение, проведение слушаний при изъятии земель, это, конечно, должно быть регулировано федеральным законодательством. Поэтому мы сегодня воспринимаем вот данный закон большим плюсом, огромнейшим примером, и, по крайней мере, это первый шаг для решения вопроса. Потому что из практики мы знаем, что многие федеральные законы, они, как правило, потом рано или поздно на основе испытанных практик в регионе, они могут быть приняты на федеральном уровне. То есть взяты за основу. Да, поэтому это тоже как вариант решения вопроса. А почему сейчас невозможно принять закон на федеральном уровне? Ну, это тоже давняя история. К сожалению, до сих пор закон об олене уста не принято, но мотивировкой того, что у нас очень много видов деятельности сельхоз. Овцеводство там, коневодство, пчеловодство и так далее. И, к сожалению, не нашли мы пока веских аргументов, почему Арктика и оленеводство. Но у нас есть в Думе один интересный законопроект с прошлого созыва. Он называется «Государственные поддержки кочевого образа жизни», в рамках которого мы говорим уже не об олене, а о человеке. И вот данным законопроектом мы пытаемся решить вопрос статуса передвижного жилища, статуса самого оленевода. Потому что мы говорим… Есть же хороший пример. Вот, например, статус учителя, муниципального служащего. Он же полностью регламентирован государством. Делает то-то, имеет право то-то и обязан делать то-то. Значит, оленевод-кочевник должен тоже получить свой государственный статус и, соответственно, норму ответственности и норму господдержки. То есть сейчас над этим работают… Да, но он тоже у нас в багажнике находится в наших законопроектах, поэтому мы в ближайшем будущем тоже займёмся им. А что касается создания новых природоохранных территорий, вот в частности, сейчас ведётся работа по созданию такой природоохранной зоны на острове Вайгач. Вы как поддерживаете эту идею? Ну, вы знаете, это мы обсуждали вопрос. Мы в курсе этого дела. У нас есть соответствующие обращения, и мы его обсуждали в рамках молодёжного форума в Тюмени, который проводили в конце ноября. И мы всё это дело систематизируем. У нас есть целый ряд таких горячих обращений. Это созданный парк Бикин по охране тигров. Он создан на землях у дегейцев. Это Приморский край на границе с Китаем. Такая таёжная зона. И создание данного парка пошло в противовес решениям жителей данного села, Красный Яр. Так, у нас есть статусы данных за вот этих заповедников и национальных парков вот Командорские острова. Тоже, где противоречия местного населения и администрации парка тоже очень в таком, в горячем ключе находится. Создаваемый сегодня вот статус особо охраняя природные территории Новая ГАЧ у нас находится тоже, так сказать, в обойме наших проблемных вопросов. Но местное население не очень приветствует. Мы поддерживаем местное население. И мы сегодня... У нас есть веские аргументы о том, что, во-первых, это святилище. Это святилище кочевников Арктики, ненцев, не только Ненецкоавтономного округа. И живы предания. Самое главное, мы живые люди. Мы же все помним и знаем, что это некая Мекка для Таймыра, для всего Ямала, для Ненецкого округа до Мизени. И поэтому для нас это живое святилище. И это живые боги, которые сегодня, ну, как сказать, и охраняют, и культуру. И мы должны его охранять. Поэтому мы сегодня предлагаем Министерству природных ресурсов, тем, кто занимается созданием вот этого парка, мы предлагаем свои инициативы. Если государство хочет взять под охрану территорию, то, по крайней мере, это надо сделать так, чтобы люди не пострадали. Чтобы коренные малочисленные народы для своих вот ритуальных, религиозных верований сегодня могли по целевому назначению использовать. И, к сожалению, печальный опыт, то, что мы были не услышаны в начале наукой, были же попытки вывоза с данной территории вот этих святилищ. И, наконец-то, очень хорошо, правда, печальные такие последствия, но его же вернули на место. Вот. Поэтому на сегодня мы будем продолжать эту работу. И у нас есть договорённости, что мы буквально вот по итогам нашего семинара на днях в Москве и Минприроде проведём рабочее совещание, встречу, где вот эти сложные вопросы. Парк Бикин, Командорские острова, остров Вайгачинь как раз будет предметом обсуждения. Понятно. Мы знаем, что вы были участником молодёжного съезда, который недавно проходил в Москве, насколько я знаю. Какие там решались вопросы и насколько сейчас активна молодёжь вот в этом плане? Ну, у нас Всероссийская ассоциация и общественное движение коренных народов в России 26 лет. Мы в прошлом году отпраздновали четверть, ну как, четверть века, и мы очень гордимся тем, что общественное движение коренных народов является ровесником новой России. Вот в 90-м году мы поменяли форму государственности, на 180 градусов развернулись и мы строим капитализм. 70 лет до этого были совершенно другие законы. Поэтому сегодня, почему мы критикуем и наши законы ещё отчасти, ну не идеальные, так скажем, да, мягко говоря. Мы сегодня понимаем, что мы сегодня строим новое законодательство, новые административные какие-то государственные устройства и будем прилагать все силы к этому. И мы помним свою историю, мы обязаны дать молодёжи наш старт. Значит, в прошлом году мы провели в Москве первый форум молодёжи и ассоциация является инициатором и организатором мы проводим. И в этом году мы провели его в Тюмени, это второй молодёжный форум. У нас в течение года было где-то около шести международных, всероссийских таких мероприятий, акций. Сегодня существует молодёжный совет, который охватывает все 30 субъектов, где мы проживаем. И с удовольствием мы говорим о том, что молодёжь очень активна. У нас есть молодые эксперты, мы будем их учить для того, чтобы это движение двигалось вместе с Россией долго-долго. Григорий Петрович, как сегодня обстоит дело с получением высшего образования молодёжи из числа коренных малочисленных народов? Предоставляется ли им льгот, как это было раньше? Ну, вы знаете, опять же, история данная больше 70 лет. Значит, у нас есть специализированные вузы в некоторых областях, республиках, республика Саха, Якутия, Карелия, Тюмень, Красноярск, Архангельск. И, конечно, самое главное, ключевое, это университет имени Герца. Институт народа в Севере он сегодня называется. И это такая базовая стартовая площадка, на которой как раз вот по такому, можем, приоритетному доступу из числа коренных малочисленных народов всегда был приём. Была определённая государственная поддержка. Сегодня, к сожалению, даже вы видите, вот в этих моментах, ну, есть такие отрицательные моменты, год назад началась инициатива, и вот это стипендиальное обеспечение сегодня убрали. Сегодня в субъектах мы видим, что буквально свёрнут набор коренных из числа коренных молодёжи нашего университета имени Герца. И сегодня мы себе ставим одна из наших первейших задач. Вот, мы провели встречу, ну, буквально, пока договорились о каких-то, ну, первых шагах с министром образования Ольгой Юрьевной, и она в курсе этого процесса. Но мы думаем, что в ближайшее время будем работать над восстановлением стипендиального обеспечения. И, конечно, нам надо кардинально менять вот порядок приёма на учёбу, чтобы восстановить поток студентов именно вот таким целевым набором. А есть ли необходимость вот в обучении учителей родного языка и вот в этом стипендиальном обеспечении? Ну, вы знаете, пока народ жив, значит, язык должен быть. Поколение меняется, и поэтому учителей надо готовить всегда. И мало того, мы сегодня как раз в рамках семинара представители интеллигенции сегодня напрямую имели возможность обратиться к губернатору, обратиться к законодательным собранию, к представителям собраний области Госдумы с тем, чтобы восстановить преподавание на родном языке в нашем педагогическом колледже. Потому что тоже сегодня эта программа свёрнута, и мы будем действовать параллельно вот такими обращениями в восстановлении преподавания в субъектах обязательно, где есть такая огромная хорошая история. Ну и принимать меры, чтобы на федеральном уровне вот этот центр обучения никогда не закрывался. То есть проблема сохранения языка, наверное, есть в других регионах. У нас недавно проходили, буквально на днях завершились дни ненецкой письменности. У нас в регионе побывала профессор университета Герцена Мария Бармич, и она как-то оптимистично высказалась. Она сказала, что ненецкий язык будет расширяться, пополняться за счет заимствования из других языков, но она как-то очень оптимистично высказалась. А вот вы как думаете, какие меры есть эффективные, и вот что нужно предпринимать, чтобы он действительно звучал? Ну, вы знаете, сегодня вот проблемы знания родных языков у нас в России порядка 200 национальностей, больше 200 на речи, диалектов и языков. И вы знаете, вопросы знания родного языка стоят перед всем. Ну, в таком глобализации масштабной очень. Сегодня говорят такие большие народы по численности, как татары, бурятия, Якутия, везде, даже на республиканском уровне эти вопросы есть. И все обеспокоены знанием родной своей культуры, язык в первую очередь. Поэтому в том числе для носителей ненецкого языка это тоже касается. И еще мало того, из-за малочисленного населения и расселённого в разных субъектах, в четырёх субъектах мы живём. И, конечно, знания вот при такой разродзенности отсутствия языковой среды, конечно, нам даёт такие опасения очень серьёзные, как нам сохранить родной язык. Но, с другой стороны, вот очень хорошая история. Вот ненецкий язык письменный зародили здесь, вот на территории округа. Были первые учёные, которые как раз участвовали в создании языка. И я на 100% уверен, что мы силами нашей ассоциации, депутатов, общественности, науки мы сохраним родной язык. Да, пускай вон обучение происходит, новые слова приходят, но само понимание общения на родном языке мы будем прилагать все усилия для того, чтобы он жил. Но помимо того, что усилия должны прилагаться сверху, они ещё должны идти из семьи, снизу это как-то должно поддерживаться, ненецкий язык должен звучать громко, гордо, и человек не должен его стесняться. Я уверен на 100%, что основной вопрос, откуда должен он идти, даже если не будет государство помогать или общественность, или наука, он должен быть в семье, конечно. Это должен человек идти изнутри, от себя. Если ты свой родной язык изучаешь и говоришь на нём дома со своими детьми, значит, он будет жить всегда. А вы говорите? Да. Я вот сколько о себе знаю, я родился и вырос, вот третья школа. Здесь соседнее здание с вами, это третья школа, моя родная. Вот я никогда не жил в тундре, вот мои родители здесь всегда работали, сейчас они на пенсии. Родной мне город. И насколько вот я себя знаю, родители у меня на языке свободно говорят. и мне вот как городскому жителю у меня у самого дети растут. И моя сегодня обязанность максимально учить их языку и знать ему самому. То есть вы знаете из семьи, из детства? Совершенству предела не должно быть, конечно. Ну а ваши дети говорят? Ну, сегодня мы пытаемся, чтобы они, это был разговорный язык. Конечно, они понимают, не на том уровне могут говорить, как хотелось бы, но по крайней мере для них язык, так сказать, понятный, они могут его развивать. Единственное, что здесь усилие только семьи. Вот. И если мы и понимаем, что они недостаточно говорят, да, это моя вина, и мы с супругой несем ответственность за это. В первую очередь. Григорий Петрович, на чем будете работать в 2017 году? Так, ну в первую очередь выполнять свои служебные обязанности в Государственной Думе. И сегодня у нас, ну, целый блок законопроектов, в запасе и в разработке находится. Поэтому мы наметили в Госдуме целый ряд круглых столов парламентских слушаний, слушаний, выездных заседаний комитета в регионах. И вот в течение всего года мы планируем весеннюю и осеннюю сессию этот план выполнить. Ну и кроме этого есть очень серьезная общественная нагрузка, наша общероссийская ассоциация, планы которой, ну, ну, наверное, кратно больше, помасштабнее, чем даже работа в Госдуме, потому что все регионы надо охватывать. Это наша структурная работа. У нас вот в марте будет проходить съезд в городе Салихард в начале года. И намеченный молодежный форум следующий, третий, и наши выездные семинары в течение года, международная деятельность. Поэтому план, ну, наверное, уже на ближайшие полгода, ну, не скажу, что по дням, но основные недели уже расписаны на ближайшие полгода точно. Поэтому планов много. Мы желаем вам плодотворного законотворчества и спасибо, что вы пришли к нам в студию. Да, большое спасибо за приглашение, за вопрос. Я напомню, что у нас в гостях был депутат Государственной Думы, президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Сибири и Дальнего Востока Григорий Литков. И говорили мы сегодня о правовом аспекте жизнедеятельности и традиционного уклада жизни северян. Это актуальное интервью. До встречи.